Добрый день! В очередном обзоре насосного оборудования мы расскажем о погружных дренажных насосах торговой марки «Хозяин». Они могут быть использованы для отведения загрязненных паводковых и грунтовых вод из подвалов фундаментов траншей. Также достаточно часто дренажные насосы используются для полива приусадебного участка. Дренажные насосы «Хозяин» отличаются друг от друга мощностью двигателя, гидравлическими характеристиками и конструкцией гидравлической части. Данные отличия обуславливают назначение и специализацию моделей. Модели NDP 250-5 и NDP 500-5 ориентированы на работу с более высоким подъемом воды при меньшей производительности. При этом максимальный размер твердых частиц, содержащихся в перекачиваемой воде и способные беспроблемно пройти через насос, ограничен 5 мм. Модели NDP 400-35, NDP 750-35 и NDP 900-35, напротив, обеспечивают больший расход за счет небольшого уменьшения подъема. Максимальный размер твердых частиц, без проблем проходящих через насос, составляет 35 мм. Модель NDP 400-5A можно сказать уникальна. Насос за собой оставляет практически сухой пол. Слой воды всего 2 мм. Она обеспечивает минимальный уровень откачиваемой воды. Все насосы оборудованы поплавковым выключателем, который позволяет осуществлять эксплуатацию насоса в автоматическом режиме и защищает насос от аварийной работы без воды. В электродвигатель насоса встроено реле защиты от перегрева. Насос имеет встроенный конденсатор. Погружной, дренажный, центробежный, одноступенчатый насос-хозяин имеет следующие конструктивные особенности. Рабочее колесо смонтировано непосредственно на удлиненный вал мотора. Самосмазывающиеся подшипники снимают аксиальное напряжение с вала и обеспечивают бесшумную работу. Герметичность мотора обеспечивается двойным уплотнением вала. Охлаждение мотора происходит за счет температуры перекачиваемой жидкости. Насос снабжен съемным штуцером для подсоединения шланга и укомплектован 10-метровым электрокабелем с вилкой. Важно! Производительность дренажного насоса зависит от нескольких условий. Как правило, это высота подъема, диаметр отводящего шланга, длина отводящего шланга. Поэтому для подбора оборудования всегда лучше прибегать либо к помощи специалистов, либо к специализированному программному обеспечению. Обращаем на это ваше внимание и переходим к рассмотрению характеристик насосов. Дренажный насос НДП-250-5. Потребление электроэнергии составляет 250 ватт. Максимальный напор 5 метров. Максимальный расход 100 литров в минуту. Дренажный насос НДП-500-5. Он потребляет 500 ватт электроэнергии. Максимальный напор 8 метров. Максимальный расход 200 литров в минуту. Дренажный насос НДП-400-35. Самый слабый из насосов хозяин для грязной воды. Потребление электроэнергии составляет 400 ватт. Максимальный напор 5 метров. Максимальный расход 150 литров в минуту. Дренажный насос НДП-750-35. Потребляет 750 ватт электроэнергии. Максимальный напор 8 метров. Максимальный расход 280 литров в минуту. Дренажный насос НДП-900-35. Самый мощный дренажный насос в линейке дренажных насосов хозяин. Потребляемая электроэнергия составляет 900 ватт. Максимальный напор 9 метров. Максимальный расход 280 литров в минуту. Дренажный насос НДП-400-5А. Потребление электроэнергии 400 ватт. Максимальный напор 8 метров. Максимальный расход 142 литра в минуту. Как уже было сказано ранее, данная модель обладает уникальным свойством откачивать воду до минимального остаточного уровня 2 миллиметров. Это свойство обеспечивает основную специализацию насоса. Подведем итоги. Бесшумная работа. Высокая надежность. Тепловая защита мотора. Отличное качество используемых материалов. Независимое от глубины погружения. Внутреннее охлаждение мотора. Длительный срок службы. Встроенный конденсатор. Экономичность в работе. Не требует обслуживания. Работа в автоматическом режиме при помощи поплавкового выключателя. Проще говоря, качество доступное каждому. И напоследок помните. Все насосы, независимо от производителя, чувствительны к перепадам напряжения в сети. Поэтому мы настоятельно рекомендуем всегда использовать стабилизатор напряжения. До новых встреч!